Так, ну что там у вас? Ага, ну в принципе, разумно. Вы предлагаете взять, сделать следующую часть на основе предыдущей с минимальными изменениями. Тупо срубить бабла. А мне нравится. Да вы талант, слушайте, а что-то у вас тут зачеркнуто всё. Джаггер, Аван, это не надо, да? Ну ладно, наверняка это следующая идея гениальная для сиквела. Ну, понятно, слушайте, странно, молодец. Удивительно, что вас уволили из Ubisoft. Талант, талант, молодец, класс. Мишель, Жану, внедрение в Capcom прошло успешно. Японцы уже принимают некоторые наши идеи. Скоро я заставлю их добавлять в их игры джаггернаутов и аванпосты. И тогда игроки возненавидят Capcom и снова полюбят нас. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И у Capcom не вышло. Не получилось второй раз нас удивить. В прошлом году вышел Resident Evil 2, который разорвал ремейк именно игры, который разорвал чарты, показал, что компания Capcom умеет переосмысление классических серий, умеет удивлять техническим исполнением, потому что там и графика была потрясающая, и звуковой дизайн великолепный, и сам подход к изменению геймплея опять же поразил, потому что не взяли и скрестили воедино механику из 90-х, механику из нулевых. И получилось сегодня, в 21 веке, нечто потрясающее, что запомнилось многим людям. Ну и, конечно же, к этому всему подключились модификаторы, которые начали одевать, раздевать главную героиню, трансформировать Мистера Икс. И, кстати, Мистер Икс фактически стал главным символом, пожалуй, прошлого года, за исключением разве что появления Киану Ривз на сцене Е3. You are breathtaking! Да, главным мемом, по сути, игровым прошлого года стал Мистер Икс из Resident Evil 2. И они решили такое же переосмысление сделать для третьей части. Она еще не вышла, но журналисты получили ранний доступ, они уже написали обзоры, нам ключик раннего доступа не дали, поэтому мы сидим и ржем, скажем так, оцениваем ситуацию, когда игра выйдет, соответственно, мы сделаем для нее отдельный видеообзор, а пока же, что стоит сказать, прокомментировать, скажем так, те оценки, которые уже есть в интернете, и, как вы можете заметить, чудо не произошло. Компания Капком в очередной раз засериарила Resident Evil. Им понадобилось три части для того, чтобы в этот раз засериалить. Ровно столько, сколько и в прошлый раз. Знаешь, я, как человек, который недолюбливает Resident Evil 3, мой внутренний картман, понимаю, сейчас бьется в оргазмах, довольный катается по квартире. Не, мне обидно, что у Дига не получилось хорошее, но вот внутренний картман очень-очень доволен. Расскажи, вот именно, напомни людям, что такое Resident Evil сначала, вот как он появился, первая часть, великолепная вторая, такая себе третья, кстати, такая себе... Ну, не такая себе, это на самом деле больше мои личные к ней претензии, на момент выхода Resident Evil 3 получал высокие оценки, и в целом у него очень позитивная была пресса, к нему позитивное отношение у многих людей, в том числе потому, что для них это стало знакомством с серией. Когда я уже играл в третий Resident Evil, я уже начинал уставать от вот этой классической резидентовской механики, плюс кувырки и бочки, и попытки сделать боевик из классической резидентовской механики для меня выглядели дико, ржачно и убого, плюс я не понял, это переход от концепции Мистер Икс из оригинального Resident Evil 2, плюс Биркинг, то есть как бы было два таких вот интересных монстра противника, один за тобой носился, второй периодически появлялся и мутировал, то есть был такой суперантагонист, скажем так. Перевращение его в одного антагониста Немезиса, для меня Немезис всегда был вторичной версией «Чувака в зеленом плаще», как я его тогда называл, еще когда были классические части Resident Evil. То есть к Resident Evil у меня отношение было такое вторичное дополнение, оно было раньше и оно, в общем-то, остается сейчас. Плюс на восприятии Resident Evil 3 очень мощно сказался выход первого Silent Hill. То ли там в одно время, я уже не помню, они выходили, то ли там недалеко друг от друга, то есть после или во время Silent Hill, отстало, да, тогда уже Резик воспринимался отстало, потому что там все-таки ты путешествовал по 2D-задникам, трехмерные персонажики, а в Silent Hill это было полноценное трехмерное приключение с сюжетом, с философией. Silent Hill вышибал начато атмосферой, сюжетом закрученным, и да, именно крутой повествовательной частью, потому что на Resident Evil, да, в детстве, когда тебе казалось, что в Resident Evil неплохой сюжет, это потом уже, когда чутка подрос, начал интересоваться историей серии, узнал, что это, во-первых, первая часть известна как одна из самых худших локализаций на английский язык в принципе. Фразы типа «Master of Unlocking», «Jill Sandwich», то есть... А я поэтому учил английский язык. Да. «Master of Unlocking». Да. «Here's a lockpick», «You are now Master of Unlocking». Кстати, в первом эпизоде, по-моему, Resident Evil Revelations, или первой, или второй части, Барри был в какой части Resident Evil Revelations? Я не помню, короче. Во второй. Короче, во второй. Так вот, в конце первого эпизода есть великолепная сцена, где Барри вышибает с ноги закрытую дверь с воплями «Who's Master of Unlocking now?» Я в этом моменте просто... Такая вот маленькая пасхальная личка для тех, кто в курсе. Кстати, Resident Evil Resistance будет сэндвич персонаж. Парень по фамилии Сэндвич. Это отсылка вот к этой части Джилл Сэндвич. В первой части там был момент, когда Джилл заходила в комнату, брала ружье и начинала опускаться потолок. Ее спасал Барри и говорил «О, черт, ты чуть не стала Джилл Сэндвич». Да, и вот к третьей части у меня я уже начал видеть вот этот адовый... Копипаст? Не копипаст, вот этот вот бред в сюжете. Вот все эти Михаил Виктор, наемники. Максимально такой серьезный сюжет. При этом максимально тупой и максимально банальный. Собственно, если спрашивать, в какой из частей Resident Evil, ну, до, допустим, седьмой, где она уже стала более-менее внятным хоррором, сюжет лучший, я скажу, четвертый. Потому что в четвертый Миками... Пошел в отрыв. Понял меня, как фаната Resident Evil, и понял, что какой-то жесть творилась в сюжете Resident Evil, начал просто над этим стебаться. Там бесконечно крутой герой, там, наконец-то, сделали аду, в общем-то, адой. Вот, то есть... Веселая девчонка. То есть, откровенно шлюховатый этой самой Фернфаталь. За что мы ее любим. Все нормально, да. То есть, вот этими вот ее... Пируэтами. Пируэтами, да. Когда там, в общем-то, все можно было теоретически увидеть. Не-не-не-не-не-не. Стебался там, этот самый Миками, стебался над всей этой концепцией великолепно, на мой взгляд. Девочка, дочка президента. Да-да-да-да-да, дочка президента. Вот этот... Салазар этот великолепный. Припадочный персонаж, максимально пафосный, главный злодей. Там все было именно, я же говорю, там Миками просто пошел в сатиру. И это, мое мнение, работало. С учетом всей вот этой пафосности и глупости Resident Evil 4. А в классических Resident Evil сюжет, если убрать ностальгические очки, это максимально простой и местами такой неудобно ржачный... Неудобно ржачная банальщина, я бы сказал. Вот. Но во второй части они как-то это сумели скомпилировать, и получилось хорошо. Ну, опять же... У меня к сюжету второй части претензий нет. Ну, оно за счет ностальгии, каких-то явных претензий нет. И плюс, да, можно докапываться, но как цельная картина, оно очень неплохо воспринимало. А опять же, Resident Evil 2, это была... Ну, это, безусловно, великолепная игра, но это в том числе доказательство концепта. То есть, того, что в современном мире классическим хоррором, с загадками, с менеджментом ресурсов, со сражениями такими тягучими, когда каждый противник – это прям источник опасности, им есть место. Это хорошо, это вот, в общем-то, можно развивать, это можно двигаться дальше. А Capcom, судя по первым обзорам Resident Evil 3, по обзорам западной прессы, в общем-то, не то чтобы она не деградировала, нет. Но она вот встала на рельсы, как было раньше. Я когда фантазировал о третьем ремейке, в том числе в нашем чатике, обсуждал этот момент, еще после выхода второй части, мне хотелось бы... Я придумал... В моей голове рождались идеи формата выживания больше, большие максимально локации, идея того, что Немезис за тобой как-то там хитро охотится, ты должен продумывать маршрут, то есть идея именно вот ощущения того, что ты жертва, а за тобой именно ведется охота некого такого аналога Терминатора. Собственно, эти параллели фанаты Resident Evil 3 очень любят проводить. Судя по всему, этого не произошло. Судя по всему, этого не произошло, потому что Resident Evil 3 критикуют за то, что Немезис максимально заскриптован, что он появляется строго в определенных местах, типа как в оригинале, что он максимально... Там сделаны ставки на постановочные какие-то сценки, где ты от него убегаешь. При этом отмечается, что некоторых крутых сцен из оригинала почему-то нету. Компания проходит за часов за 5-6. А игра стоит полную стоимость. А игра продается за полную стоимость. И вот ты понимаешь, что попахивает Ubisoft там. Попахивает знаешь чем? Такое ощущение, что вот были правы те люди, которые предполагали, что изначально Capcom планировала выпустить сразу. Resident Evil 2 ремейк и Resident Evil 3 ремейк в одной коробке. Это были такие случаи, что Capcom хотела обновить сразу две части. А потом компания поняла, что можно это продать по отдельности, потому что продукт, в общем-то, как на самом деле Resident Evil 2 получился самодостаточным, поэтому Resident Evil 3 можно было отрезать. Но когда пришло время релиза, внезапно оказалось, что этого мало. Для полноценного продукта маловатенько. И они начали быстро-быстро-быстро пытаться реализовать, что правильно. Мультиплеер. Вот этот вот Resident Evil Resistance. Вот этот вот дополнительный режим, который входит в состав Resident Evil 3. Какой он еще будет? Насколько интересным он будет? И будет ли интересным в принципе? Мы не знаем. Игроки должны подключиться, посмотреть, насколько это их будет увлекать. Но, тем не менее, показано, что вот этот дополнительный режим придумывался в попыхах только ради того, чтобы оправдать высокую стоимость очень быстренького, маленького приключения, которое сегодня воспринимается как ДЛЦ ко второй части. К сожалению. Да, как воспринимается, как дополнение ко второй части. А в случае с Resident Evil 3, на самом деле, история очень странная. Ходили слухи, что были проблемы с разработкой третьей части, и ее перенесли. И, кстати, насчет анонса Resident Evil 3 у меня тоже есть очень серьезные вопросы и теории заговора на тему того, что думал о себе Капком. Если помнишь, Resident Evil Resistance анонсировали изначально как некий проект по мотивам. Да. Как вот, мы сделали ответвление, как бы, Resistance, сетевой боевичок. Его заминусили. Его заминусили. Потом в одном из интервью представитель Капком сказал, «Тише, тише, охладите траханье. У нас будет сюжетная кампания». В рамках Resident Evil Resistance все тогда не поняли. Потом выяснилось, что это вот кампания Resident Evil 3. Возможно, они хотели Resident Evil 3 продавать отдельно. Возможно, Resistance планировали запускать как условно бесплатную игру. Черт его знает. Потом это все как-то, возможно, собрали в единый комплект. В результате, кстати, Resident Evil 3 наступает на грабли игр эпохи Xbox 360 и PlayStation 3. Одной из проблем многих игр тех времен было то, что они были непродолжительны, могли проходиться за 5-6 часов. Но компании хотели оправдать полную стоимость. Раз. И хотели нападать Call of Duty, поймать вот эту вот волну. Ну, это два. При этом не понимая, что в мультиплеерах Call of Duty Activision во главе с Бобби Котиком уже тогда вкладывала космический день. То есть тогда уже были попытки, вот, типа, убить Call of Duty, взяв 3 копейки. Это выглядело смешно, но проблема многих игр была именно в ненужный мультиплеер. Именно ненужный. В одно, ну, как я такой из явных примеров, по-моему, в Speak of the Line был мультиплеер. По-моему, там еще в кучу, в кучу, за какую игру не возьмись, вот из PlayStation 3 и Xbox 360 эпохи, вы с вероятностью процентов 90 найдете там мультиплеер во главе с каким-нибудь Uncharted. И какой-нибудь компании на 3-4 часа. Ну, компания не всегда на 3-4 часа, как в том же Uncharted, но тем не менее. Как вот Sony пыталась пришить, пришивать мультиплеер к Uncharted, я не помню, он был во второй или в третьей части? Во второй. Во второй уже появился. А в первой его не было, да. Вот, и в четвертой, кстати, был. То есть, ну, в любом случае, были вот эти вот проблемы с попыткой мультиплеер, о котором, ну, хорошо, если была ситуация, как с The Last of Us, где мультиплеер действительно собрал вокруг себя очень мощное, пускай и немногочисленное сообщество. Но чаще это было, как с условным Speak of the Line, где мультиплеер? Там был мультиплеер? При этом компания непродолжительная, и многие люди смотрели, говорили, извините, но 5 часов за полную стоимость это мало. Да. А мультиплеер, извините, мне не нужен. В результате эти игры не добирали и, в общем-то, проваливались. И вот здесь мы наблюдаем похожую картину. У нас есть компания, ну, неплохая, да, неплохая. С другой стороны, на западе, на консолях игра стоит 60 долларов. И самое интересное, что компания Capcom уже заявила, ну, уже пошли такие слухи, да, что они планируют делать ремейки других своих игр, и сейчас фанаты такие, боже мой, что же они могут отремейкить, что они могут восстановить, на какую игру все делают ставку. Дай на Крайзис. Нет, информатор Дас Голем уверяет, что это не Дай на Крайзис. Дай на Крайзис. Ну, опять же, Дай на Крайзис, окей, у него есть фанаты. Но в реальности, где Resident Evil засериалился, ведь очень нужен... Я, по-моему, эту фразу... Так в том-то и дело, что они уже на этом движке с этой механикой элементарно могут поменять зомби на динозавриков. Вот вам новый ремейк. Как Миками сделан в 90-е. Или перевести все дело в Японию. Вот вам Анимуша, которая тот же самый Resident, только с загадками. Последующая Анимуша, кстати, обрела, скажем так, свое лицо. Потому что, ну, Анимуша... Первый Devil May Cry, кстати, тоже на Resident Evil был очень похож. Не надо. Так вот зачем? У Devil May Cry есть вполне себе нормальное продолжение. Если ты делаешь ремейк, тебе нужно оживлять что-то. Devil May Cry 5, это, по сути, ремейк переосмысления Devil May Cry. Потому что там, в общем-то, третьего, да, который как бы именно уже Devil May Cry. Первый Devil May Cry, это был такой проба пера. Второй, там что-то стало лучше, что-то хуже, к нему неоднозначные отношения. А вот и Devil May Cry 3 Dante's Awakening, это именно был тот самый Devil May Cry, вот, который, кстати, очень хреново продался, по-моему. Потому что не надо было делать настолько задротскую сложность. Да, 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 потому что... Когда ты, извините, начинаешь игру и не можешь выйти с первой локации. Да, причем там вообще прекрасно. На вступительном ролике Данте такой бум-пум-пум, этих монстров там разваливает. А потом? А потом ты появляешься, и эти монстры тебя косами во все дырки. Ты не понимаешь, что происходит. Я проходил оригинальный Devil May Cry, мне очень нравилось, но я понимаю, что... Почему людей и так бомбило, и почему потом эту сложность подкручивали. Что может обновить Capcom? Ну, Анимушу, кстати, может переосмыслить. Тут как раз у нас Секера хорошо зашел, тут скоро Гостов Цусима, то есть Якуза серия отлично себя чувствует на Западе. То есть японцы внезапно поняли, что японская тема неплохо продается. Почему бы и нет? Да, почему бы и нет? Что там у них еще? Анимуша, кстати, вот реально главный претендент. Мне Анимуша очень нравилась. Мне прям очень заходила и атмосфера, и то, что это не просто сражение против Замбии, там были еще достаточно хорошие загадки. И плюс больше акцент был именно на сюжет, причем на сюжет хороший. Поэтому, кстати, и третья Анимуша с ее великолепными постановочными боями в свое время, ну не боями, а роликами, вот этими красивенными роликами, это в свое время был эталон. И когда консольщики в спор приводили, вот что вы можете нам показать, они говорили, Анимуша, Жан Рено. А, кстати, тут, наверное, уже многие люди не знают, кто такой Жан Рено. Кстати, классная часть была, это третья, по-моему, которая, кстати, и на PC выходила. Угу. Capcom хватает каких-то франшиз забытых, не очень забытых. Ghost and Goblins, например. Отлично перезапустили Мегамена не так давно. То есть Capcom может что-нибудь обновить. Если не конвейерить, как было с Resident Evil 2, например, то почему бы и нет? Нет, если это будет именно качественный, продуманный, скажем так, ремейк, а не, судя по всему, как в случае с Resident Evil 3 слепленный на коленке в надежде, ну а что, в 90-е прокатило, прокатит и сегодня. Подожди, но на мой взгляд кажется, что лучше было делать именно что ремейк от Вероника, чем ремейк Resident Evil 3. Ну, на мой взгляд тоже, потому что мне код Вероника нравился больше, чем Resident Evil 3. Но с точки зрения любой маркетолог бы покрутил себе пальцем у виска. Потому что код Вероника это достаточно локальный проект, который, да, известен фанатам, да, многим нравится, но хитом не был. А Resident Evil 3 Немезис был хитом, причем таким прям мощным хитом, который действительно неплохо так держался на плечах первой и второй части, на фундаменте, который первая и вторая часть заложила. И он, в общем-то, как, скажем так, трамплин для взлета это использовал, а Вероника уже нет. Это, собственно, потом были еще ремейк первой части для геймкьюба, отличный, кстати, неплохой, но нулевой. Обе не очень взлетели, в результате тогда Capcom приняла решение свернуть проект, над которым работал Камия, и начать переделывать его в нечто другое уже под руководством Миками. Потому что первый Resident Evil 3.5, так называемый, который мелькали там ролики одно время в сети, там он был, да, такой тягучий, хоррорный, он, где ли, он там бродил по мрачным локациям. А в четвертой части такой стал боевик-триллер, при этом с очень крутыми напряженными сражениями. Да. Дорогие друзья, покупать Resident Evil 3 или нет, ну, я думаю, тут уже понятно, на распродаже. Подождем распродажу, потому что очевидно, что сама игра слишком коротенькая и слишком вторичная, если отсылаться. То есть, она фактически, наверное, не знаю, многими будет восприниматься, как такая третья глава, которая не вошла в состав ремейка Resident Evil 2. Да. Вот. Мультиплеер вряд ли вам компенсирует те деньги, которые вы вложите в этот продукт, поэтому, да, можно будет спокойно дождаться распродажи. Ну, и, конечно, когда игра выйдет, дождемся отзывов игроков, сами поиграем, посмотрим, сделаем обзор. А пока на сегодня, дорогие друзья, у нас все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео понравилось, можете поддержать его лайком, подписывайтесь на канал. Можете также проходить к нам в Telegram, в новостную ленту или ВКонтакте, где очень весело, динамично, ярко, я бы даже сказал, слишком динамично. Я подобного роста даже не ожидал. И, конечно же, если вам нравится то, что мы делаем, и вы хотите поддержать развитие этого канала, добро пожаловать к нам на Patreon. А вам за это, скажем, огромнейшее спасибо, и будем дальше работать. А что поделать, что поделать, такая ответственность уже, да. Сто тысяч человек нас смотрит. Пока. Ну, и в конце концов, Resident Evil 3 – это та самая игра, которая позволит вам ставить самые разные, удивительные, увлекательные, потрясающие модификации. Раздевать, одевать, превращать Немезиса в Рестлера, который в трусах гоняется за бедной, несчастная девушка и доминирует на слепо всякому. Там не Рестлер, там Рикардо Милос. Это пока. Потом будет и Рестлер. Потом будет сам Скалорок. Так, за голову. Женщина, ко мне! Скалорок. И Тентакли. Сразу виден специалист по Рестлеру. Нет, чтобы там как-нибудь повыпендриваться, Халка Хогана назвать, например. Халк Хоган? Мальчик, сколько тебе годиков? Халк Хоган – это из позапрошлого века. Ну, так что, правильно? О, Халк Хоган. Возмущен, что его еще кто-то помнит. Ты еще вспомни этот дебильный фильм, где он на этой самой реактивной доске бегал. Это, конечно. Когда Рестлер попадает в фильм, это… Suburban Commando? Я не знаю. Я помню эту дебильную сцену, когда выиграл крутого парня. Не знаю, я видел только несколько обзоров из его фильмов с ностальгией. А я смотрел. Поэтому у меня травма. У меня до сих пор травма, непроходящая, к сожалению. Ну да, но скалы получились, у Халка Хогана нет. Ну, скала – харизма. А Халк Хоган… Сбрей с него усы, что останется? Ставь лайк, если знаешь, кто такой Халк Хоган.